Всем привет! Вы находитесь на канале Бар энд Пар. С вами Паша, Аня и Рома. Это видео для тех, кто любит вкусно покушать, много о чем поболтать и немножечко выпить. Сегодня у нас куриный день и у Романа будет корн чикен, у Ани будет кордон блю, а у меня будет крокеты. У меня ингредиенты это томаты, моцарелла, томатная паста, курица, лук и панировка. У Ани будет ветчина, грибы, моцарелла и сливочный сыр. У Ромы будет сыр, картофель по-деревенски и курица также, и панировочные сухари. Но для начала я предлагаю немножечко выпить. Отличная идея. И положить курицу на стол, блин. Забрались готовить курицу без курицы. По-баму. Выльем? Чин-чин. 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 Что-то на твою лицо перекрепите, не возьмите. Рецепт этого коктейля вы можете посмотреть в отдельном видео по ссылочке в описании. Все, начинаем готовить? Да. У меня опять моя ветчина. Второй раз уже с ним. Начинаю. А поговорить я с вами предлагаю о мире кино. Мы все увлекаемся фильмами различными, сериалами, да. Я даже мультики смотрю. Мультсериалы, а не мои сериалы. Просто сериалы. Фильмы вообще. Да. Мы все втроём прям обожаем всё. Всякое разное. И самое интересное то, что я очень люблю пересматривать. Одно и то же могу пересматривать раз по столу. Я уже не знаю. Нет, говори, ты можешь перебивать. Я тебе разрешаюсь. Я вот как раз сейчас только придумал, что посмотреть новое. Из нового единственное, что вышло, это американские истории ужасов. В итоге я их просмотрел очень быстро и вернулся к добрым старым дневникам вампира, первородным и наследию. Зачарованные. Нет, зачарованные я устал смотреть. Я их рассмотрела в прошлом году. Не знаю, мне нравится. Паша, ты вообще что смотришь? Я не смотрю вот эти дневники вампиров. Раньше смотрел там Зачарованные. А сейчас все больше смотрю испаноговорящие сериалы, вообще испанские. То есть, это у нас Купидо, это сериал про купидонов, как там девушки, подруги невесты приезжают в... Ну, к саму Пларниум они приезжают домой, в хату. И там его друзья, они были купидонов. Девушки об этом не знали, но потом тайна раскрылась. Без спойлеров. Сейчас вышел еще La Casa de Papier или как он по-русски? La Casa de Papier или Бумажный дом? Бумажный дом. Это пятый сезон. Это, по-моему, самый лучший сериал, который могли только придумать. Без мистики, без всякой фантастики, без всяких лишних движений. Но ограбление обычное. Да, сериал про ограбление. Кстати, вот Бумажный дом я не смотрела, не дошла еще до него. Ну вот, зря. Ну, надо будет, надо будет. Какие по фильмам? По фильмам у вас что, кстати? Ну, какой ваш самый любимый фильм? Мне кажется, это на самом деле такой вопрос, и вы часто задаете, какой ваш любимый фильм. Это вообще очень сложно определить, потому что фильмов очень много. Каждый раз, когда ты что-то просматриваешь, ты, ну, как бы влюбляешься заново в фильм, и не можешь потом выбрать. Там можно просто составить огромный список, и выбрать очень сложно. Ну, я люблю очень советские фильмы. Прямо обожаю. 3 плюс 2, операция И, ну, приключения Шурика, и так далее. А я еще, знаете, что люблю из советского? Ищите женщину. Вы не смотрели? Это старая комедия, ну, на французский манер. Играют наши советские актеры. Это просто потрясающе. Кто не видел и любит такие фильмы, посмотрите, вообще не пожалеете. Я старые фильмы вообще не люблю смотреть. У меня только новые, где фантастика, где много мистики, вампиры, оборотни. Кто угодно, но они старые советские фильмы. Кстати, вы по оборотниному вампирам. Сумерки. Ой, это ужасно. Это ужасно? Да. В тот момент, когда они выходили, это было очень круто. Сейчас, чтобы их пересмотреть, я не знаю, что надо сделать. Нет, я догадываюсь, что надо сделать, чтобы их пересмотреть заново, но... Я хочу сказать, что по сумеркам я... Ну, вот, на тот момент, когда они были популярные, только вышли, я их не смотрела. То есть, ну, не знаю, они как-то обошли меня стороной. Я их посмотрела тоже, вот, из ряда, там, года два назад, может быть. Ну, как бы, интересно, красочно, красиво, снято. Ну, подожди, нет. Ты, во-первых, в тупой стороне ножа бей её, а во-вторых, можно убить её все вместе. А, да? Чтобы шум был... Пошли правильно я сделал? Да, да. Мне нравятся все части Бэтмена. Я прям обожаю Бэтмена. Ты воспользуешь твоей тарелочкой? Да, да. Ну, ядовитый Плюш, особенно, когда... Какая там чё, вторая или первая? По-моему, вторая или первая. Ну, какая-то из них. Плюш, Фриз, когда там играл ещё Шварценеггер. То есть... А Бэтмен это Марвел? Бэтмен... Бэтмен... Это... Это... Этот вопрос мы вырежем. Марвел, Ди Си... И кто там ещё есть? Ди Си, Ди Си это. Марвел, Ди Си и ещё кто-то. Марвел, Ди Си. Это вот это вот, чтобы разобраться там, это я не знаю, что надо сделать. Я вот тоже это не понимаю, но не очень люблю, но Доктор Стрэндж мне очень понравился. Доктор Стрэндж? Потому что там кто играет? Человек. Бенедикт в Камберге с очень сложным любимым фамилием. Не, у него прикольный был Шерлок Холмс. Шерлок Холмс. Нет, он Шерлок. Он просто Шерлок. Шерлок Холмс это другой фильм. Нет, именно вот с этим Бенедиктом. Да, там просто Шерлок Холмс. Мне Шерлок Холмс понравился фильм именно с этим младшим. Роберт, да, он не младший. Да, там сделано под старину, а Шерлок, который с кембиндэ чаем. Ну да, с ним. Он же, ну как бы, современный. Ну да. Мне нравится и то, и то. Единственное, что из Шерлока я не смотрела, это был по первому каналу, по-моему, типа сериала, где женщина Шерлок и советское наше кино Шерлока я тоже не смотрела. А все остальное, я прям, детективы тоже не смотрела. Ну по-моему там какой-то еще сериал, типа обмани меня есть. О, это просто класс. Я как раз, кстати, недавно пересмотрел его уже пятый раз, наверное. Это, ты не смотрела? Сериал, короче, о детективе, который расследует всякие убийства и прочее по мимике, по жестам. Он, типа, выявляет, кто врет, кто не врет. Ну такое интересное, можно посмотреть. Из старых сериалов еще, ну не знаю, это вот, наверное, сериалы детства, это говорящие с призраками. Забирается в школу, а он там по телеку идет. Или после школы. Сабрина маленькая ведьма. Новую интерпретацию ты смотрел, Сабрина? Выпустил в Netflix Леденящую душу Приключения Сабрины или что-то там такого рода. И как? Это такой бред. Про девочку-убийцу? Да, она там и маньячка какая-то, и что только там нету. И дьявол ее пытается изнасиловать. То есть ходит, короче, из детского веселого сериальчика сделали какое-то извращение. Сатурян. Деньги на спал. Ну ничего страшного. А что за эксплуатация, блин, труда? У нас вообще-то. Деньги на спал. Может не будем снимать? Пока что. Пусть уже, пусть. А рум для них на время. Ну вот все, отбил, надо выключить. Все, отбили, надо выключить. Мам, еще тебе перебьюшки надо что-то. Красиво чокнулся. Так. А в кино вы вообще часто ходите? Ну, в кинотеатр? Я нет. Я из тех, кто лучше посмотрит дома, в не очень нормальном качестве. Я как-то за качеством особо не гонюсь. Мне как-то вообще без разницы там. Да, главное, чтобы понятно было, ну, о чем там говорят. И хотя более-менее картинка, ну. Видео в кинотеатре. Тяжелый человек. Да и вообще без разницы. Мне делать плохо. Не, наоборот. Как-то. Смысел платить тебе штаб 200 рублей, если через неделю можно даже до выхода фильма уже его посмотреть. и спойлерить всем. Главное, я не могу смотреть фильмы с плохим звуком. Вот плохой звук для меня это все. Одноголосые переводы. Ну, звук. Одноголосая озвучка. Вот это вот все. Для меня сразу слух режет, и я не воспринимаю информацию, которую показываю. Ну, вот, допустим, мы смотрим сегодня кинотеатр. Ненавижу. С детства ненавижу. Да их уже давно нет. Они просто снимают и... Это было доблёй. В далёкой галактике. Вы не представляли, что может такое случиться. Ну, такое случилось. Так, я, короче, добил курицу. Картошку. Дальше. А я, например, люблю ходить в кинотеатры. Я, короче, один раз. После работы. Решила пойти в кинотеатр. На мультик. Тогда вышли Энгер Бёртс в кино. Первая часть которая. Вот. Что вы думаете? Я увидела заставку, и потом я только проснулась, когда зрители начали расходиться, и мне пришлось пересматривать мультик в записи уже, ну, через телефон. А ты его и заметила уже на телефон? Нет, нет, нет. Я не записывала. Я имею ввиду то, что я уснула. Соответственно, я потратила деньги за билеты. Интересно. Ну да. Да. Чтобы выспаться. Заплатить деньги. Вот. И потом уже пришлось искать его в интернете и смотреть так. Я вот люблю смотреть через телефон. Дома спокойно, когда куда-нибудь поездишь, смотришь, никто не трогает, никто не шумит, не чавкает. Ну да. Или какой-то там мужик, который над не смешными шутками угорает и навязал. Это не очень. О, у нас однажды с подругой знакомые, я не знаю, вообще надо это говорить? Да, расскажи. Работали в кинотеатре. И они нас пускали на результатные сеансы. Жуга. По этому имену мы не называем. Но они пускали нас, получается, они забивали залы тем самым, чтобы были люди на те фильмы и в те часы, в которых в кинотеатрах практически никого нет. Соответственно, там фильмы были не очень хорошие. Ну, как бы, не очень интересные и не очень популярные. Ну, типа, сам факт, что ты побывал в кинотеатре. Не очень популярные фильмы – это все российские фильмы. Не считая старых. О, да. Скажите, какой самый худший фильм, который вы видели? За щенники. Нет, самое прикольное, говорю, то, что есть некоторые в кинотеатрах не показывают эти фильмы, но они есть интересные. Комедии интересные, очень много комедий, которые, возможно, показывают в Америке или в какой-то другой стране, во Франции. Французские комедии очень сейчас хорошо стали выпускаться, очень смешные. И актеры, которые мне были известны, сейчас как-то фильмы с Буруновым, допустим. Бурунов – хороший актер. Не фильм, а сериал еще, ладно. Куда не пошел. Как вам фильм, как последний, который с Буруновым вышел? Родные? Нет? Я вообще российские фильмы не смотрю, стараюсь их избегать. А, то есть вообще, да? Абсолютно. Нет, ну, полицейские с Рублевки, допустим. У нас сериалы. Ну да. Сериалы еще куда не шло. Почему ты не считаешь, типа, Саша Таня, которая Милю? Саша Таня тоже классная. Которую они, по-моему, десять раз уже родили, воспитали. И все это длится с времен универа. Ну да. Не, ну все равно, я вот, допустим, по поводу, ты говоришь, смешные комедии. Я вот сейчас ни одну комедию не могу вспомнить из новых, чтобы вот прям можно было смеяться. Раньше это были очень страшное кино, вот эти пародии все, там, знакомство с три спартанцами, ну вот все, что породило. А, пародии. Да. Вот там, да, было смешно, весело и можно пересматривать Я не очень люблю такой юмор. Мне из комедии последнее то, что понравилось, причем женский такой фильм «Отпетые мошенницы». Блин. Это там, где такая толстенькая. Да, 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 вот с этой. А, классно. А сейчас она похудела, и все. И фильмы все закончились с ней. Красотка на всю голову. Да все фильмы с ним. Нет, красотка на всю голову другая, по-моему. Там другая, да. Вот там две такие полненькие светлые и еще одна, все комедии с ней просто отвал. Это Мелисса Маккартни. Это друзья которых? Тоже толстенькая. А, Мелисса, это когда шпион. Да, шпион. А, да. Потом «Босс», по-моему, фильм. Да, «Босс». Да, вот так. Да, вот так. Все фильмы с ней просто отвал. У нас очень интересный и познавательный выпуск. Мы не помним, как, кого это было. Я могу перечислить свой список любимых актеров. На первом месте это Джеймс Маккавой. Кто это? Только не говорите, что вы его не знаете. Ну, молоденький какой-то это. Это не молоденький. Ему уже там 40. Но он уже и то молоденький? Нет. Он снимался в «Сплите». «Сплит»? «Сплит» это фильм про чувака, у которого расстройство личности. И в нем живет 25 лет. А-а-а. Я в Львовне, который играл. О, да. «Люди Икс». «Транс» с ним потрясающий фильм. «Грязь» обожаю. Вообще, сериал последний с ним. «Темные начала». Потом, значит, на втором месте у меня идет Тревес Флимал. Это главный актер сериала «Викинги». Он еще в каком-то фильме снимался, типа в «Вордкрафт». Не буду врать, не помню. Не смотрела. Но просто он мне нравится. У него не такая большая фильмография. Вот. Потом, соответственно, естественно, идет Роберт Дауни-младший. Леонидит Камберпич. И Адриана Челентано. Старая коллегия с ним. Украшение строптивой? Да. Безумно влюбленный. И так далее. У него там большой список фильмов. Я все пересмотрела. Нет, старых вот у меня актеров именно. Это Джеки Чан. Прямо обожаю его. Ой, я в детстве от него тащилась. Тоже смотрела все фильмы. Делает трюки сам. Весь переломный. То есть Джонни Депп тоже актер охранительный. И потом еще у нас этот. Замбель Галифианакис. Знаете, о коме он? Нет. Он играет все комедии. Он только в комедиях играет. Это такой пухленький, рыжий с бородкой. Самая яркая комедия, которая мне с ним запомнилась. Это в притык. Он там играет с Робертом Дауном младшим. Который бородатый, маленький и толстый. Да, маленький, толстый и безумно харизматичный. А, он по-моему играл в мальчишнике. В мальчишнике, да. Именно он. Ты понял про комедии? В мальчишнике. Ты смотрел в мальчишнике? Видите? Я всем это знаю. Помню. Может, ты смотрел? Понятно. Самый отбитый чувак, вот это вот он. В мальчишнике. Который с обезьян ходил в мальчишнике. Все. Все, я понял. Вот, да. Обожаю его тоже. Так, я пойду направлюсь пока делать соус под свои крокеты. А мне нужна пленка. Сейчас я заверну свой рулет и мы его отправим в холодильник. Ну да, пока в морозилку. В морозилку. И я сейчас как раз то, что его будут заворачивать и в морозилку. Ну и я заодно. Морозильный выпуск. А мороженое. Чик-чик. Пока был небольшой перерыв. Сделали кляр для кормчикину. Из сметаны. Манки. Муки. И немного соли. Также у меня доделались панировочные сухари. Даже не будет. Это нелогично. Вот. В принципе, я сейчас только дожидаюсь, пока мои кормчики доморозятся. Да. Также я подготовил яйца. Сбил. Смешал панировочные сухари. Смешал панировочные сухари. С манкой. И подготовил соус для своих крокет. Также панировка идет и Ане. Тоже в ее кордон блю. И также в мои крокеты. Для того, чтобы люди смотрели телевизор. Что? Что? Убрать всю рекламу из телевизора. А. То есть реклама. Тебе весит реклама? Очень весит. У меня даже в ютубе, когда реклама, я прям пытаюсь от нее вообще избавиться. Потому что меня так раздражает. Хочется уже посмотреть. А в телевизоре эта реклама длится минут сколько? Ну, как будто полчаса. Ну, то есть... Очень долго. Очень долго. То есть ты же больше смотрел до этого. 10 минут фильма, 10 минут рекламы. И вот в итоге фильм, который идет полтора часа, мы смотрим по 3 часа, по 4 часа. У меня папа нашел лайфхак, как справляться с рекламой. Например, он смотрит, да, что-то. Включается. Начинается реклама. Он переключает на следующий канал, где ее нет. Досматривает до следующего рекламного блока. Переключает на следующий канал. У него телек практически без рекламы. Ты там освободишь просто немного? Нет? А, вот это ты, да. Хорошо, хорошо. На. На. Вообще по телеку можно смотреть, ну, и то больше не по телевизору, а скорее всего просто шоу всякие разные на YouTube, на YouTube и прочее. Например, те же самые сейчас вышли «Пацанки» новый сезон. Они меня, кстати, подсадили на это шоу. Мы вчера смотрели только первую серию нового сезона. Я до этого вообще ничего не знала, не слышала об этом проекте. Вчера у меня было куча эмоций. Я так и не поняла, понравилось мне или нет, но очень зацепило. Очень интересно. Сейчас всякие еще шоу. Кондитеры. Дурацкое, правда, с этим Ренатом Акзамовым, но посмотреть можно, когда нечего смотреть. Потом мастер-шеф. Что украинское, 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 неважно. Что российское. Че у нас еще есть шоу-то? Урган. На ножах. Сейчас очень популярен, кстати. Уже лет сто, мне кажется, я его не смотрел и не смотрю. Не будешь смотреть? Не буду смотреть. Ну, это ты, да, но людям нравится. Ты смотришь Урган-то? Я? Если мне нравится какой-нибудь интересный отрывок с какой-нибудь интересной личностью, то я могу зайти посмотреть, как это Грэд на отрывок. Вы увидите, интересно Алла Михеева. А я не знаю, она, кстати, продолжает? Ну, она, кстати, вышла вот недавно прям. А, Comedy Club тот же самый. Все вот эти шоу. Ну, вот, кстати, Comedy насчет камня, мне кажется, он немножко подстарел уже. Ну... Как-то не очень сильно стало интересно. Юмор просто такой все стал. Сейчас, как я говорю, больше идет на YouTube это все. Что было дальше, какие-то еще, то есть... Да много разного. Наше шоу, например. Ставьте лайки, подписывайтесь. Бахайте в колокольчик. Только не сильно. Лучше сильно. Я, в принципе, панировку дорезал, доделал. У меня останется дождаться только пока он... Твои подмородятся. Пока я доем. Все сухарики. Пока не подморозят, потом окунаем в кляр. Убираем в панировочные сухари и потом в масло. Да. Ну, этим я чуть позже займусь. Пока вы тут делаете свои... А я пока хочу немножечко выпить. Дринг тайм можно. Дринг тайм? Мне не хватит. Можете еще сходить. Кажется. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Блин. Ла-ла-ла-ла... Эй, прощай со всех поздоров по поезда! Куда ни края... Прощай, прощай... Украшать не так просто, чем готовить А ты можешь эти точки отрезать ровно? Это логично Пока мы будем заниматься украшением наших глюв, я вам предлагаю еще один момент обсуждать Вы когда смотрите кино, вас вообще ничего не раздражает? Есть какие-то моменты? Есть очень много, ну не много, но есть Мне это раздражает, когда стали делать, ну и раньше всегда так делали в принципе Когда на самом интересном заканчивается серия и хочется продолжения, а серия выйдет только через неделю И это так раздражает Или как раньше мы по телеку ждали Типа будни и дни, 7 часов вечера, все должны собраться и посмотреть Зачарованно Нет, прикольно было, еще раньше, знаете, по телеку говорили там Все же у нас были газеты, 7 дней и так далее И в программе, тем что вечером у нас допустим сериал какой-то А потом его отменяли по каким-то либо причинам Слушайте, а киноляпа в кино Ооо Вы замечаете вообще их? Ну так, наверное, да Так обычно в интернете нас смотришь Типа, ой, киноляп там, киноляп там Потом уже пересматривались, думаешь, блин И справа, как ты этого не замечал раньше Да, 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 есть такое Вышел он дома с одним галстуком А на улице он уже с другим Типа серия Да, да, да А вот эти вот сериальчики мини Которые были, ну как, не менее Там серия 500, наверное Типа, по СТС вот эти модные Моя прекрасная няня Там что еще шло из нашей российской Папины дочки Папины дочки, да, бесконечные Вы смотрели вообще? Думаю Моя прекрасная... Кто в доме хозяин был? Да, вот, кстати Он был, кстати, ему даже кажется, круче, чем моя прекрасная няня Какая разница, кто в доме хозяин? Ни к чему Пояснять это вновь Музыкальная пауза В общем, нам осталось попробовать, что у нас получилось Надеюсь, это так же вкусно, как красиво Надо это еще выпить А вот это надо отдельно показать еще Да Ты можешь... Только не урони Ну это просто... Ресторан вышечка Так, всем приятного аппетита Смотрите фильмы, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас Всем пока До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok